Самые интересные вопросы ортодонту в настоящих реалиях. Мы прекрасно понимаем, что сейчас сложно планировать будущее. Не то, что далекое будущее, даже завтрашний день. В такое время мы живем. Поэтому важно понимать, что ортодонтическое лечение длится около двух лет. А что будет, если его прервать по тем или иным обстоятельствам или в тех или иных условиях? Как его потом можно продолжить и можно ли это сделать вообще? Об этом я расскажу вам в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. Потому что в результате вы узнаете ответы на все эти, не только эти, вопросы ортодонт. Было одно из роликов. Говорили сумму в 200-400 тысяч рублей за брекеты. В каком формате происходит эта оплата? На самом деле мы давно, уже в течение многих лет, используем самую комфортную систему оплаты, которая существует. То есть мы просто считаем сумму за ортодонтическое лечение и даем на нее рассрочку от 18 до 24 месяцев. То есть человек в комфортном режиме абсолютно выплачивает стоимость ортодонтического лечения. Там получается не более 20 тысяч рублей в месяц. Мы, кстати, были одними из первых, кто в Москве ввел такую систему. Почему? Потому что традиционно говорили, ну как бы как это работало. То есть сначала деньги, а потом будем заниматься ортодонтическим лечением. Когда я начинал работать в частных клиниках в Москве, была выстроена именно такая система. Я прекрасно понимал, что суть ортодонтии в том, что она должна быть доступной. Потому что это фундаментальная вещь, которой должен заняться человек, если он заботится о своем здоровье. Все очень просто. Вот виниры, например, искусственная поверхность зубов, которая тоже очень популярна. У нас, кстати, есть видео на канале про виниры, про показания, кому их можно ставить, кому нельзя. Ссылку на видео я оставлю в описании. Так суть в чем, что виниры это всего лишь эстетика. Во многом эстетика. Без нее можно обойтись. А вот без ровных зубов обойтись нельзя. Поставьте лайк этому видео, если вам откликается рассрочка на ортодонтическое лечение. А вы думали, что придется сразу выплатить 300-500 тысяч за ваше лечение. Вы, помнится, говорили о том, что очень важно при ортодонтическом лечении это плавать. То есть совершенно точно нужно понимать, где ты будешь и что с тобой будет через 2 года. Да. Это самый важный момент при проведении ортодонтического лечения. Конечно же, основная проблема заключается в том, что если человек прерывает ортодонтическое лечение, к примеру, переезжает в другую страну, не может взять другой ортодонт и продолжить это же ортодонтическое лечение. Потому что другой ортодонт обладает другим образованием, другим дополнительным образованием, другим опытом, другой организацией процесса лечения, другим видением, другой доступностью материалов. И вот там очень большое количество факторов. Поэтому он должен был делать свою программу лечения, а по факту обнулить ту, которая уже была сделана. И я всегда говорю о том, что закончить ортодонтическое лечение за кем-то нельзя. Его приходится прерывать и планировать заново. Андрей, смотрите, а если действительно происходит такая ситуация, что, допустим, год я лечился у вас, и мне нужно уезжать, вы снимаете мне брекеты, можно ли сказать, что, допустим, мои зубы выровнялись, и они хотя бы частично выровнялись, и если я, допустим, перееду в другую страну и обращусь к ортодонту, то лечение у него займет у меня уже меньше времени? Отчасти да. Но выигрыш там по времени очень незначительный. Потому что в любом случае, если прерывается лечение, снимаются брекеты, они устанавливаются потом заново, и они не могут точно повторить то положение, которое были изначально. Поэтому все равно нужно и некоторое время на довыравнивание зубов и переход к коррекции прикуса. Но, тем не менее, данная стратегия является наиболее рациональной и оптимальной. Кстати, можно и брекеты тоже не снимать. То есть можно уехать в другую страну с теми брекетами, которые уже установлены. Потому что, возможно, ортодонт возьмет и с ними на доволечивание, но, возможно, предложит их снять и поставить те, которыми он привык работать. Это тоже рациональный вариант. Решение есть всегда. Вопрос лишь в том, что его нужно стараться избегать. Тогда лечение будет максимально рациональным. Сделали брекеты у одного врача, куда-то в другую место переехали. И вот какое время можно находиться в том положении, пока не пошел к новому врачу? Застабилизировать до 6 месяцев. То есть полгода можно ничего не делать. Если такая ситуация произошла, уехал в командировку или по каким-либо другим причинам, может быть, сейчас более актуальным, то, тем не менее, полгода можно замораживать ортодонтическое лечение. В чем опасность, если там 7-8 месяцев? Непредсказуемость. Уже непонятно, как зубы себя поведут. Потеря контроля. Это самое важное в ортодонтии. То есть получается, что они будут двигаться куда-то, самостоятельно решая, без контроля ортодонта. А это опасно с точки зрения перегрузки и так далее. То есть они находятся в блоке, потому что они соединены между собой брекетами. В итоге у них нет свободного перемещения. Они перемещаются каким-то блоком. И это может создавать просто неконтролируемое перемещение, которое потом а. сложнее скорректировать, б. может привести к некоторым разрушениям особого. В какую страну бы вы не рекомендовали переезжать с брекетами, где точно плохая ортодонтия? Или может быть, есть страны, в которые стоило бы переехать? Не хочу относиться с неуважением к некоторым странам. Я уважаю все страны и считаю, что все молодцы. И везде есть хорошие доктора. Но, наверное, нужно быть аккуратным со странами СНГ и странами и арабскими странами, в которые люди могут уезжать. Почему? Не потому, что там плохие ортодонты. Нет, там хорошие ортодонты. У меня есть много коллег и со стран СНГ, и из Арабских Эмиратов также. Они все молодцы, но там система выстроена немного по-другому. В принципе, оказание стоматологической помощи. В России давно само по себе стоматологическое лечение подразумевает такую комплексную многогранную работу и рассматривается как единый процесс для большого количества специалистов, принимающих в нем участие. А для указанных мной стран там несколько сложнее выстроена эта система. Поэтому, если человек переезжает из России в одну из этих стран, то в этом случае может возникнуть просто недопонимание со стороны специалистов, что планировалось, почему делались одни манипуляции, не делались другие. И это может несколько сказаться на качестве результата. Куда стоит переезжать? Ну, конечно же, канонами современной ортодонтии являются Европа и Америка. Они, безусловно, имеют некоторые особенности. Точнее, Россия имеет некоторые особенности по сравнению с ними. У нас свой путь развития. Причем он достаточно сильный, хороший, качественный с точки зрения стоматологии. Но, тем не менее, европейские страны и Америка во многом являются законодателями ортодонтии. Поэтому они смогут помочь в решении проблем с положением и смыканием зубов. Напишите в комментариях, какие у вас еще остались вопросы к ортодонту. И, возможно, я выпишу отдельный ролик с вашими вопросами, где расскажу, как обстоят дела с ортодонтией. Как дела обстоят с ортодонтическим лечением, допустим, на таких популярных странах, как Вьетнам, Бали, все эти островные государства. Есть там вообще ортодонты? Нет. Там ортодонтов нет, ну, если честно. На самом деле, я много времени провел в Европе и в Америке, в специализированных университетах. По подготовке врачей-ортодонтов я не встречал ортодонтов из тех стран. В Бали и другие островные государства, они в меньшей степени участвуют в развитии современной ортодонтии. Поэтому, боюсь, что там сложно будет найти специалистов. А как дела обстоят в Азии? Китай, Япония, Корея? У них свой путь, у них своя культура, у них свой подход. У них, безусловно, если брать с точки зрения Японии, то есть японские техники, японские специалисты, которые очень авторитетны в Европе. То есть, в принципе, ортодонтия там отстроена очень эффективно. Но там есть одна особенность. Пациенты в Азии всегда очень четко и жестко следуют рекомендациям доктора. У нас есть очень интересные примеры, которые мы получали на курсах ортодонтии в Европе. Они показывали азиатского пациента, который носил специальное внеротовое приспособление в виде такой шапочки. Ну, это немножко устаревший метод лечения, но тем не менее шапочка для торможения роста нижней челюсти называется подбородочная проща. И пациент носил это настолько активно, что у него в области щеки возникла травма. Прям реальная травма от того, что он носил данное приспособление буквально круглосуточное. И спал, и ел, и в школу, и дома. Это невозможно для российских пациентов в целом. Поэтому здесь, знаете, как в России, доктор и пациент во многом партнеры. А вот в Азии доктор просто говорит пациенту, что делать, а пациент слушает. Помните об этой ментальности. А по ценам как дела обстоят? У нас вот понятно, какие цены на ортодоэтические услуги. А что по ценам? По ценам все просто. В России все дешево. В Европе и в Америке все супер дорого. В Японии и в Азии во многом вообще недоступно. Поэтому стоить это будет дорого. Это откровенно. Серьезно? То есть в Японии и в Азии, да? Да. Да, там высокая стоимость ортодоэтического лечения. То есть по сравнению... Ну, то есть тут в чем суть, да? По сравнению со средними заработными платами, которые у людей, то есть это ортодоэтическое лечение менее доступно для людей в Азии. Ну, мы, например, то есть знаем, что у азиатов, ну, как бы не очень хорошие зубы. То же самое, кстати, в Великобритании. То есть у британцев тоже не очень хорошие ровные зубы. Почему? Потому что ортодоэтическое лечение недоступно. Оно супер дорогое. А если вы решили, что хотите исправить положение зубов, сохранить их красоту и здоровье на всю жизнь, мы будем рады встретить вас в нашей клинике Ортолайк и рассказать вам все особенности вашей клинической ситуации, что нужно сделать для качественного результата. Ссылку на нашу клинику оставлю в описании.